Я считаю, что эти дебаты не имеют права на жизнь. Дебаты на федеральных каналах все больше приобретают формат шоу. И это при том, что шоу как таковое у строителями этих телепередач вроде как заранее не планировалось. У каждого из участников дебата в свое строго отведенное время, свое обращение к избирателям. Каких-то споров и тем более перепалок между кандидатами не предполагается. Но разве это может остановить Жириновского с Собчак? Причем здесь моя мама. Я отдельный человек. Политологи, пиарщики, эксперты теряются в догадках. То ли это просто низкая политическая культура кандидатов в президенты, то ли продуманный ход. К примеру, плескание водой в оппонента – это эмоциональная реакция на грубость и оскорбление или что-то иное? Плескание водой со стороны Собчак – это, конечно, такой отсыл к мему там каких-то там 93-96 годов, когда Жириновский плеснул соком в Немцово. Этот мем работает на уровне москвичей. Но он абсолютно, мне кажется, не работает на огромное количество людей, которые давным-давно забыли и про тот сок. Юрий Алаев вспоминает в этой связи и предвыборный ролик кандидатов в президенты Григория Явлинского. Уж очень прием, использованный пиарщиками «Яблоко», напоминает сцену из одного известного британского фильма, где молодой человек приходит к любимой, но уже замужней женщине и, стоя в дверях молча, чтобы муж женщины не слышал, листает таблички с признанием в любви. У Явлинского все более уныло и как-то безнадежно, констатирует эксперт. Сидит совершенно унылый в какой-то темноте и вот это вот раскладывает карточку сюда, карточку сюда. Это аллюзия на артхаусный фильм, который и фильм-то этот уже сто раз забыт. Не в пример своим кандидатам и их доверенные лица на республиканских каналах демонстрируют максимальную терпимость к чужому мнению, а в кулуарах между телевизионными съемками, так и вовсе между политическими оппонентами, только дружеское общение. На этой неделе дебаты продолжились на площадках канала ТНВ и Болгар-радиоса и стартовали на канале филиала ВГТРК «Татарстан» и «Радио Татарстан». Темы совпадают с теми, что поднимаются на федеральных площадках. К примеру, на этой неделе доверенным лицам предложили обсудить, как развивать человеческий капитал, поддерживать обороноспособность страны, грамотно выстраивать социальную политику. По теме армии и флота, по мнению многих экспертов, взгляды сторон разделились кардинально. Представитель «Яблока» Руслан Зинатулин предложил сократить призыв закончить все войны, которые якобы ведет Россия на Донбассе и в Сирии. И вообще армия должна быть мобильная, компактная, малочисленная, но при этом боеспособная. В течение двух-трех лет Явлинский переведет армию на профессиональную основу. Дальше мы сокращаем ее до 800 тысяч человек. Этого достаточно. Насколько эта тема близка вам? Вы сами в армии служили? Нет, я в армии не служил. Я учился в аспирантуре. Потом меня уже не призвали. Отмазываться я не отмазывался от армии. Но у меня есть друзья, которые служили. Зачем мы киваем на армию Швейцарии, какая она мобильная, или даже на Бундесвер, на армию ФРГ, и сразу пытаемся перенести вот это вот все, установки на мобильность, на компактность, на территорию России крупнейшего государства по территории в мире. Похожих с яблоков взглядов в вопросах внешней политики и укрепления обороноспособности государства придерживаются и представители Ксении Собчак. Необходимо прекратить вести гибридные войны в Украине и в Сирии, и, соответственно, у нас появятся деньги. А если мы еще победим коррупцию, то денег станет еще больше, и, соответственно, мы сможем потратить это на благие цели. Так просто все, да? Все так просто, да. Если они такие хорошие, они против войны, за свободу. Ну, критикуйте тот, кто эту свободу нарушает, кто бомбит другие страны, кто фашизм навязал на Украине. Павел Николаевич Гурдин говорит, мы бы с удовольствием оставили Шойгу, и мы бы с удовольствием оставили Лаврова. Все, что касается внешней политики и армии, у нас идет замечательно. В вопросах экономической и социальной политики критиковать действующую власть проще. Все-таки объективно в России здесь много проблем и есть над чем работать. Вопрос, что предлагают кандидаты и оппоненты. По мнению экспертов, очень много простых решений, мало глубоких и продуманных предложений. Позицию по чиновникам, еще раз, пожалуйста, объясните. То есть это некие враги народа, особо потребляющие, или что это? Это люди несозидающие, да? Они не производят никакой добавочной стоимости, и никакого продукта они не производят. И в нынешней экономике они, естественно, держатся за свои места, потому что... Эксперты в Татарстане не ожидают обострения политической борьбы в эфирах республиканского телевидения и радио. Нет причин для этого. Во-первых, люди приличные и культурные, не в пример некоторым федеральным политикам. А во-вторых, здесь, на месте, они хорошо понимают реальный расклад сил. Они поступают абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Они трезво оценивают ситуацию. Симур Бехморзин и Хамид Шамсеев. Семь дней.